Партнер программы сеть детских клубов Это запрещенный знак Это велосипед Это разрешенный знак Где можно ездить велосипедом Ребята, здравствуйте Здравствуйте Давайте с вами знакомиться Меня зовут Света, а вас? Меня Соня Сонечка и? Ваня Ваня, очень приятно Ребята, скажите, вы знаете, где вы сегодня оказались? В стране безопасности Правильно, ребята Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я объясню, что это за место Итак, страна безопасности это удивительное место Оно единственное на земле И здесь с вами ничего плохого случиться просто не может Мы с вами на протяжении 4 дней Не только научимся некоторым правилам безопасности Но и постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям Это первый момент И второй очень приятно Это конкурс, а поэтому в конце игры победитель получит приз Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется Итак, давайте с вами присядем И я объясню вам условия первого конкурса Идемте Оставляем все так Ребята, все предыдущие игры показали, что бороться нужно до самого конца И что победу можно вырвать даже на финишной прямой Вы готовы бороться? Да Хорошо Я смотрю, что до моего прихода вы рассматривали правила дорожного движения Дорожные знаки Очень хорошо, если вам удалось что-то запомнить Потому что как раз это станет темой нашего соревнования Итак, первый конкурс, ребята, разминка Поскольку сегодня первый день соревнований Ничего сложного я вам давать не буду Мы с вами будем разгадывать загадки Я читаю Вы отгадку ищите каждый на своем стенде И на скорость приносите мне За правильный ответ одна фишка Еще фишка тому, кто справится быстрее соперника Все понятно? И еще дам одну вам подсказку сегодня Все отгадки касаются видов транспорта Ну что, начинаем Первая загадка Ездит быстро, не летает Счетчик денежки считает Всех, кто просит, довези Довезет всегда Побежали Что довезет всегда? Быстрее Вот что решили, ребята Присаживаемся Послушайте еще раз загадку Ездит быстро, не летает Счетчик денежки считает Всех, кто просит, довези Довезет всегда Да. А вы принесли метро и мотоцикл. А кто мотоциклиста просит заводить? Ну, уже поздно, Вань, поздно. Давай сюда отгадку. Фишки остаются у меня, никто не отгадал. Все, вспомнил. Эти отгадки, пожалуйста, возвратите. Какая отгадка, Вань? Такси. Конечно, такси. Ребят, будьте внимательными. Разные ответы, неправильно ни у одного, ни у второго. Слушайте внимательно, фишки нужно зарабатывать. Вторая загадка. Кто так сильно тарахтит и быстрее ветром чит? Тарахтит. Скорость просто чудеса. А всего два колеса. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, ребята. Софишка, только чуточку быстрее. Магнит просто сдвигайте в сторону. В руки не бери, Вань, так очень долго. Оставляй магнит. Что это у нас, ребята? Мотоцикл. Мотоцикл. Молодцы. Так, Ваня справился правильно и быстро, поэтому получает две фишки. Сонечка справилась правильно. Получаешь одну фишечку. Под землею с давних пор понарыто много нор, и по ним туда-сюда быстро ездят поезда. Побежали. Вот теперь побежали. Молодцы. Одновременно, ребята. Что это? Метро. Метро. Правильно. Присаживаемся и получаем фишки. Очень быстро вы отгадали и правильно, поэтому по две фишечки я вам вручаю. Молодцы. И последняя загадка, последняя возможность в первом конкурсе заработать фишки. Внимание. Кто мне скажет, что за птица в небесах, как ветер мчится, белый чертит за собой след в лазуре голубой, а ведет ее пилот? Что же это? Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Какие молодцы. Присаживайтесь. Молодцы. Очень быстро и верно, ребята. О чем речь? Самолет. Самолет. Правильно. Молодцы. По две фишки. Потому что уже очень быстро вы справились. За скорость даю и одному, и второму. Итак, первый конкурс завершен, ребята. Вы большие молодцы. Итоги подведем чуточку позже. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком. Представителем такой важной профессии, как инспектор ГАИ. Готовы ко встрече? Да. Тогда внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна. Но вы можете звать меня просто тетя Оля. Я работаю в госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ делают все, чтобы на улицах и дорогах нашей страны и взрослые, и такие ребята, как вы, чувствовали себя в полной безопасности. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, из каких элементов состоит улица. Это проезжая и пешеходная часть. Сегодня мы поговорим с вами о бордюре. Это элемент, который отделяет проезжую часть от тротуара. Бордюр чаще всего узкий и всегда возвышается над проезжей частью. Его главное назначение – отделять зону, где движутся автомобили, от зоны, где ходят пешеходы. А также он привлекает внимание малышей и ребят постарше. Как же хочется по нему пройти и не упасть. Но бордюр – не место для игр. Как вы думаете, ребята, почему? Почему не стоит ходить по бордюрам? Ну, потому что можно упасть и может машина задавить. Правильно, Сонечка, правильно. Что Вань хотел дополнить? Ну, это… Ну, и можно себе что-нибудь там повредить такое. Совершенно верно. Это точно, Вань. Правильно. Бордюр узкий и поэтому очень легко оступиться и упасть. Причем прямо под колеса проезжающего автомобиля. Запомните это, ребята. А мы продолжим изучение правил дорожного движения в следующий раз. Я прощаюсь с вами до завтра. И желаю каждому удачи в игре и безопасности в жизни. Итак, ребята, остался последний конкурс на сегодня. Он очень интересный, называется «Руки, головы, хвосты». Давайте для его выполнения вы встанете, так будет удобнее. Встаньте вот там за пуфиком, Сонечки. Вот так. Рядышком, Вань, ты возле Сони. Кто внимательно сейчас слушал тети Олю, то очень легко справится с задачей. А суть вот в чем, ребята. Я буду вам читать высказывание. Если вы с ним согласны, если оно правильное, вам нужно качать головой утвердительно и вилять хвостиком. Представьте, что у вас есть хвостик. Попробуйте. Вот так. Вот. Качаем головой и виляем хвостиком. Если согласны. Если не согласны, то отрицательно качайте головой. Вот так вот. И ручки прячете за спину. Попробуйте. Согласны? Согласны? И хвостиком виляем. Не согласны? Не согласны. Вот, правильно. Ребята, если одновременно делать это сложно, то можете сначала покивать или покачать головкой, а потом повилять хвостиком, либо руки спрятать. Хорошо? Да. Итак, ребята, каждый правильный ответ стоит две фишки. И одна фишка тому, кто быстрее качнет головкой или повиляет хвостиком или ручки спрячет. Ясно? Угу. Слушаем внимательно. Первое высказывание. Пересекать проезжую часть надо только по пешеходному переходу. Очень хорошо у Софьи. Очень хорошо. А Ванечка как-то так активнее головой нужно было качать. Хорошо? По-моему, одновременно вы начали отвечать, да? Молодцы, ребят. Сразу среагировали. Каждому я дам из вас по три фишки. Молодцы, молодцы. Следующую слушаем уже фразу. Если никто не видит, то правила дорожного движения можно не соблюдать. Молодцы. Молодцы. Слушайте, опять правильно. Вроде бы как начала первая Сонечка махать головой, но Ваня первый спрятал ручки. Поэтому снова каждому по три фишки. Молодцы, ребята. Очень правильно и быстро вы реагируете. Третье высказывание. Бордюр – это удачное место для подвижных игр. Молодцы, молодцы. Снова три фишки. Слушайте, еще у меня такого не было, чтобы дети так быстро, одновременно реагировали. И последняя фраза на сегодня и в этом конкурсе. Если играть на бордюре, то очень легко оступиться и упасть. Причем прямо под колеса проезжающего автомобиля. Виляем правильно. А вот головой я что-то не поняла. Ты хотел покачать утвердительно или отрицательно, Ваня? Ну, правильно. Правильно, да? Ну, я так и подумала. Хорошо. Присаживайтесь, ребят. Молодцы. Снова по три фишки. Умнички. Итак, ребята, все конкурсы на сегодня сыграны, поэтому давайте посчитаем, сколько фишек вы сегодня заработали в первый игровой день. Очень уже мне интересно. Я думаю, вам тоже. И нашим телезрителям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 девять. Девять, 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 девять. Так, кусок. Сколько? Восемнадцать. Во, ребят, практически равный счет. Ну, какие сильные соперники. Семнадцать, восемнадцать. Отлично. Ребят, на сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова